Новую ледовую арену в Актобе построили словацкие бизнесмены в рамках ГЧП. Стоимость проекта составила 3,7 миллиарда тенге. 70% из них было инвестировано представителями Словакии. Ледовый комплекс имеет площадь 8,5 тысяч квадратных метров и вмещает 2500 зрителей. Инвестор – словацкая международная компания, реализующая комплексный подход в строительстве ледовых аренд с разной вместимостью и логистикой под ключ. Компания работает помимо Словакии, в Чехии, России, Австрии, Украине. Учредители компании – профессиональные хоккеисты, руководящие хоккейными школами. Начали строительство полтора года назад. Строительство обошлось 3,8 миллиарда тенге. Наши инвестиции 70%, 30% в участие областного акимата. Вот это здание позволит проводить разные мероприятия, как это мультифункциональная арена, не только ледовый дворец. И здесь можно проводить концерты и разные спортивные мероприятия. Ледовая арена позволит круглогодично проводить профессиональные соревнования не только по хоккею, но и по фигурному катанию, баскетболу, мини-футболу, боксу, большому теннису, гимнастике, а также даст возможность проводить зрелищные культурные мероприятия на должном техническом уровне. Двери ледового дворца будут открыты не только для спортсменов-профессионалов, но и для любителей, а также для всех желающих принять участие в массовых катаниях на коньках, помимо арены, комплекс включает в себя конференц и тренажерные залы, магазин спортивных товаров, офисные помещения и кафе. Как отметил Аким области, в ходе открытия объекта, ледовая арена позволит актюбинцам еще больше посвятить себя спорту и здоровому образу жизни. Двери молодежь от Романа, молодежь от Романа, молодежь от Казахстана. В день открытия в новом ледовом дворце состоялась первая игра. Актюбинских хоккеистов в рамках молодежного чемпионата Республики Казахстан. Актобе на своей арене принял команду «Кулагер» из Петропавловска. Отметим, молодежная хоккейная команда Актобе создана по инициативе Акимата Актюбинской области и Казахстанской федерации хоккея. У нас большой праздник в Актюбинске, потому что открывается ледовый дворец. Сегодня мы здесь увидим первый хоккейный матч. Я могу сказать, что в Актюбинске никогда не было хоккея с шайбой. Шайба была, но только среди детей. Мы проводили крупные соревнования республиканского значения по золотой шайбе, проводили юношеские первенства, но никогда не было взрослой команды. Сегодня у нас молодежная команда, которая откроет этот дворец спорта, и мы увидим наше будущее, нашу молодежь, которая будет защищать честь Актюбинска на всех республиканских соревнованиях, сначала для молодежи, затем среди взрослых. Главным тренером хоккейного клуба Актобе стал словацкий тренер Юлиус Пензес. Ранее он тренировал команду «Иртыш». В первом же матче актюбинцы порадовали болельщиков, разгромив хоккеистов из Петропавловска 7-1. В таблице молодежного чемпионата наша команда сейчас занимает шестое место из десяти. Антон Пережогин, Сергей Калашников, программа «Факт».